Всем добрый день, друзья! Мы с вами по-прежнему в Лазовской. И сейчас совершим достаточно внушительное велопутешествие по поселку Лазовская. Хотя, может быть, я его разобью на несколько частей, и такое может быть. Почему? Нет. Начинаем здесь, от площади фонтана Одуванчик, и вдоль трассы по улице Лазарева прокатимся куда-нибудь вдаль. Пусть дорога вдаль бежит, грусть на сердце не лежит. А там посмотрим, там, может быть, еще где-нибудь и в эфир выйдем. Да, собственно, свежо в поселке Лазовская. Как видите, вон дама в головных уборах. На деле капюшоны накинули. Погодка все-таки такая, знаете, скорее зимняя, чем весенняя. А уже вроде как бы и март заканчивается. Здесь я редко гуляю, особенно вот в эфирах. Я, наверное, здесь походил, может быть, разочек прошелся. Так как, ну, прежде всего, потому что здесь темно. По этой части улицы идти как-то так некомфортно. Шумно немножечко. Так, слышите? Машины, машины, машины. Но эта дорога ведет к вокзалу. Поэтому здесь ходят барышни с чемоданчиками. Катает их. Опа! Справа от нас сквер Кирова. Блицкриг, кого теперь называют. Блицпарк Блицкриг. Такой вот симпатичный. Но, опять же, есть определенные недочеты, про которые я вам рассказывал. Немножечко даже боюсь вот спускаться. Хотел, хочу спуститься. Побаиваюсь, чтобы кафель, кафель, знаете, как скользит. Достаточно часто тут люди спотыкаются. Здесь в зимний период стояла елочка. Ширикают птички. Вот такой ознакомительный круг почета. Также цветет капуста. Далее перед нами улица Победы. Но я Победы пока оставлю. Пока туда не поеду. Останется она у нас до лучших времен. Есть у меня определенные планы на данную улицу. Ох, смотрите, как машина стала так. Прям, я не знаю, чуть ли носом мне тручесала. Чупля. Магазин ткани. Ну, это старые, да, здания советских таких времен. Магазины, я рассказывал, здесь был молоко, кефир. Мы все сюда ходили молоком частенько с колорасом. Господи. Сейчас, конечно, такой потребности нет. Магазинов более чем достаточно на каждом углу. Там, знаешь, кирпич, поэтому поедем по правилам. прогуляемся в районе детской поликлиники. Вот этот вход в детскую поликлинику. К сожалению, парковочных мест практически нет. И родители вынуждены тут как-нибудь ютиться, прижиматься, а тут же еще собственники домовладений. О май гад! Нет, я не поеду. Это быть сто процентов мокрым. Придется промокнуть, поэтому мы вернемся с вами. Чуть не разъехались. И пешеход, и автомобиль. Будем ехать под кирпич, а что делать-то? Хотя нет, есть еще способ наверно есть. Давайте попробуем замануть сюда, я не знаю, выйдем мы отсюда или нет. А вот видите, во двор выйдем. Хотя тут ситуация не намного лучше, учитывая, что у меня нет заднего крыла. мне очень хотелось, чтобы у меня вся спина была мокрая. Поэтому мы акуль любят путями, вот так вот пытаемся преодолеть все препятствия. куда тут тропинка меня завела. Вот он, где гольф, привет. Друзья, знакомые. дворами. Дворами, кстати, здесь снимался фильм, если там еще помните, я выставлял, точнее, выдавал ссылку на него. Вот где-то здесь, вон во дворах и сидели ребята в те далекие годы или чай-кофе. А теперь ростовский бургер приветствует вас именно в этом месте. Не знаю, слышно меня или нет, шум достаточно. Что-то бабушка несет. Все свое ношу с собой, наверное, так вот это называется. Но мы отправляемся дальше, дальше и дальше. от улицы Калараш. Гуляем, так сказать. Конечно, на машине этот все, весь этот фрагмент, так сказать, я пролетаю достаточно быстро. Можно поставить эту ускоренную, так там вообще ролик у вас будет за несколько минуток. Наверное, интересно все-таки прокатиться. как я задумался по поводу того, чтобы напялить все-таки капюшон. Тут надо быть аккуратным. Транспортные средства ездить постоянно, регулярно. начинает морозить дождик или может быть это с деревьев. вроде бы не капает, а вроде как и капает. Вот мы с вами прокатились до вокзала. все-таки дождик начинается, ребят. Блин, как обидно, досадно. но вероятно придется вернуться обратно. Так как под дождем не очень комфортно. все для пешеходов, как говорится. поехали. все! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Автостанция. Поехали уже по дороге, наверное. Будем транспортным средством в полном объеме. Продолжение следует. Тут главное, чтобы Кока-Кола назад не сдала. Самый неинтересный момент. Ух ты! Страшно быть велосипедистом. А что вы хотели? Трасса. Транспорта достаточно много. А вот игольчик. Ускоримся, дадим людям обогнать. Если честно, в эти края я на велосипеде еще ни разу не заезжал. Сделаем финт ушами и завернем здесь где-нибудь. Проедимся по красивым улицам, переулкам Октябрьского в том числе. Вот он, красавчик. Ну, ему будет отдельное, отдельное видео. Я сюда обязательно еще приду, прогуляюсь, подышим с жасмином. А здесь он красиво цветет и пахнет. Свернем на победы. Вот такой вот у нас крюк получился. Кафе Балатон, кстати, слева от нас. Вот она и отель, тоже Балатон. Я прям сегодня спортсмен, больше езжу, чем хожу. Так, не надо, вот эта собачка немножко так возбудилась, глядя на меня. И меня это взволновало, скажем так. Не хотелось бы оставаться, раскладываться под домовым, я имею в виду этот салон. Поэтому надо быть внимательным в любом случае. И идем дальше, улица Победы. И тут уже все тихо, белое и пушистое. Тихое, белое и пушистое. Детеныш идет с вертолетом. Я вот так вот лучше обеду подальше. Какие модные сумочки, тележки. Да, на Победе гораздо тише, гораздо спокойнее и интереснее. Заезды для колясок, а может быть для велосипедов. Что-то мне кажется, у меня слегка подпущенное колесо. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Но есть такие терзания, сомнения. Смутные. Сейчас проверим. Ну, не спущенное, но подкачать можно еще. Едемте, едемте по Победе. Доедем мы до улицы Добролюбова, товарищи. А дальше я уже буду выполнять заявку по просьбе трудящихся. Правда, о нескольких искаженном виде уже, извините меня. Вы поймете, почему я имею в виду. Было допущено сие искажение. А я начинаю говорить вам всем до свидания. До новых встреч в эфире. Так как с улицы Добролюбова начнется совсем другой ролик. Нет, не про улицу Добролюбова. Ну, частично Костына к этому относящийся. Вот смотрите. Тротуарчиков с этой стороны вообще нет. Вообще. От слова совсем вообще. Видите, здесь их застроили какими-то вот объектами. Непонятными. И это не есть гуд. Все, улица Добролюбова. Видим, друзья, мы начнем с вами новый ролик. А где-нибудь здесь я остановлюсь. Вот сейчас вот. Выключу камеру и сразу ее включу. Всем пока. До новых встреч. Вот, даже я бы сказал бы. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.